здравствуйте друзья такая тема метод подошла потому что я читал комментарии вот к встрече с ириной мам сын и сан-диегом и много было таких как бы негативных и я стал вспоминать другие ситуации которые раньше встречались и я сейчас охарактеризую значит что происходит очень много есть людей которые начинают смотреть там какого-то блогера потом что-то происходит какой-то триггер срабатывает бум щелкает и он его начинает не любить ну то есть как бы многие люди не любят и не любят перестают смотреть есть люди которые не любят но продолжают смотреть или может быть даже не продолжают но носят в себе вот это разочарование там какое-то вот что-то такое что на самом деле что про это что блогер он и был блогер то есть он не то что вдруг изменился а просто человек намечтал что-то что вот этот вот блогер он вот тип как икона какая-то знаете икона статично икона висит на стенке и вот вы на нее сейчас посмотрите через три дня посмотрите через там 20 лет посмотрите та же самая икона а блогер живой человек и я думаю что вся фишка блогера состоит в том что это живой человек что он показывает свою жизнь так них не чужую и он не вырезает из нее какие-то куски бывает что вырезают бывают силы каких-то причин что-то там может быть не обязательно показывать но вопрос чем там я еду по дороге вот вы видите эту дорогу вы видите машины вокруг там людей цены на бензин там допустим или вот тут написано автомобиль в рент там 1995 то что я вижу я пошел там в столовку вы видите что там в этой столовке значит я пошел по набережной вы видите набережную я пошел там куда-то на тусовку увидеть тусовку людей они что-то рассказывают студенты сотрудники там и так далее поэтому в этом вся фишка не в том что вам вырежут пригладят и будет как на телевидении знаете и вот некий образ там создается сидят имиджмейкеры создают образ и дальше люди которые участвуют в этом шоу они вот в этом имидже который им там имиджмейкеры слепили вот я еще раз возвращаюсь тому что вся прелесть того что вы видите когда видите блогеров состоит то что это живые люди раньше мне все время писали михаил как вы можете там я не знаю общаться вот с таким-то блогером он и там дальше идет перечисление каких-то преступлений этого блогера он там вот на юру мельникова мне я я не знаю они не настолько знают искать его творчество ночью он там кого-то хотел обдурить или реально обдурим там или еще что-то мотоцикл собирал или какой-то донейшн там что-то хвостовича там русофобом называли я специально пошел смотреть видео где он там икрой себя обмазывает и кружалка вот но но человек троллит там свою аудиторию давно ну ради бога но так это русофобства там я не увидел я не знаю вот сейчас в связи с ириной мне говорят там посмотрите какой кошмар ее мальчик там карапуз такой значит бегает за куры курицами в парке и пытается поймать курочку с тем чтобы ее зажарить в своих мыслях и он так неуклюже бегает за этими курочками курочки так лениво от него отходят значит вот мол какой преступный элемент и и мама в первую очередь которая вместо того чтобы там сына воспитывать а значит там разрешает ему гоняться за курочками то есть что такое срабатывает и вот начать как вы можете с этим как вы могли там пригласить на канал того как вы могли ребята так жизнь бываете жизнь вот там сейчас ирина вывесила первое видео как она у нас тут было и там говорит ой ведь с незнакомой женщиной обнимаются но она может и незнакомая но во первых я вижу обниматься это еще не не что-то больше но человек десять часов проехал в автомобиле для того чтобы мы могли встретиться давайте он уже какое-то внимание заслуживает почему вы столько времени провели с человеком незнакомым в то время как вы такой забезенный да значит что же это получается несправедливость какая-то но она ехала десять часов вы чего а еще обратно ехать столько же ну как же не прыгать а что я то сказать у тебя есть полчаса и и что я сейчас планировал свое время так поэтому и я не знал что я увижу и кого я увижу я абсолютно не знал ничего я видел одно видео маленькое где ирина говорит задавайте вопросы вот все что я видел к моменту когда она появилась и чего значит я я к чему рассказываю не нужно воспринимать блогеров как вот какую-то функцию которую вы ему приписали да и он должен теперь этой функции соответствует он не будет ей соответствует потому что вы вы не знаете этого человека глубоко вы не знаете всех грани и тонкостей и по мере того как вы больше узнаете об этом человеке значит будет меняться если вы как бы адекватно воспринимаете функция будет меняться вы будете узнавать больше и и ваше понимание функции вот этой будет меняться вот а если вы его приписали и а дальше он не соответствует и вот какие-то расстройства и чего расстройства из-за чего расстройства радоваться надо радоваться надо что человек открылся с какой-то стороны как о которой вы не подозревали у вас появляется возможность понять шире понять глубже как люди живут, это же такое застеколье фактически, да, то есть вот смотришь наблюдаешь за людьми там 24 часа в сутки ну почти вот и все, то что люди чего-то там не афишируют, или там скажем не хотят рассказывать, может быть сейчас может быть никогда не расскажут, это тоже нормально у всех свои тараканы, у всех свои скелеты в шкафах и так далее и если вы такой умный, а вы давайте вот возьмите камеру и начните про свою жизнь рассказывать я не говорю о том, что нужно допустим, или так скажем неплохо было бы какой-то, ну не пиетет, но уважение испытывать к людям, которые тратят время, силы и которые открывают свою жизнь для других людей пусть даже частично ну и так что? а ты попробуй сам и какой-то коммерческий интерес им туда приписывают, ребята, там нельзя ни копейки заработать, ни копейки нельзя заработать на этой ерунде я может быть из них единственное исключение, потому что у меня уже есть действующий бизнес, который и так, слава богу, очень неплохо зарабатывает и ну вот я видел проявление вот этой моей там активности в том, что у меня стало больше студентов в онлайновом классе, вот собственно и все то, что у нас на кэмпусе происходит я больше все равно в класс не запихну, у нас там и так сесть негде поэтому, так у меня уже есть действующий бизнес и мне все равно какой там доход с этого или есть он или нет а люди, которые там на кликах на этих, ну может быть есть кто-то, кто может там пару-тройку тысяч в месяц заработать но это, это же я уже не знаю какой канал надо иметь это там может быть полпроцента, может быть сотая сотая часть процента тех, кто там держит свои каналы, может что-то такое заработать поэтому у людей есть потребность высказаться показать что-то потом получается, что у них уже есть потребность делать это каждый день или там скажем раз в неделю, или там пару раз в месяц потому что его ждут, потому что он понимает что он как-то уже взял на себя и наднести и каждый, кто на блогера катит бочку, что тот, чего-то он не так ну давай сам, ну вот, ну давай это же ничего не стоит, вот сказать, что кто-то там не очень открыт а ты давай сам и вы увидите, что на один процент быть открытым так, как вот этот блогер, которого вы критикуете что он недостаточно открыт это уже большая проблема не так просто все понимаете, не каждый может не каждый может и, ну и не надо, чтобы каждый да, если каждый будет в состоянии тогда уже не будешь знать, кого смотреть понимаете, уже сложно если каждый будет львом толстым так, ну вот скажем, не хуже кого же тогда читать, непонятно вот, но моя идея вот, которую я хотел в этом сюжете донести что, места что ли нет? ну дают уже тут уже и сбоку не встанет вот, идея моя состоит в том, что не нужно фанатизма какого-то и не нужно цепляться к ним да, он где-то чего-то там ну не то, что смухлевал ну, как-то вот он не понравился вам чем-то ну, нормально во-первых, можно, конечно, не смотреть некоторые говорят, нельзя не смотреть потому что вот уже привык потому что уже там все ну смотри ну, во всяком случае себя же беречь надо ну что ты прям всех критикуешь некоторые отписываются я очень часто получаю какие-то вот там значит, такие сообщения что вот я, значит, там мне что-то не понравилось я отписываюсь а я сейчас должен что я не знаю штаны что ли наделать знаете, вот он мне говорит ну отпишись ну если хочешь отписаться ну отпишись что ты выплескиваешь там куда-то во-первых, я все равно удалю во-вторых ты же себе ущерб наносишь вот он хочет а я вот я я пойди сделай видео повесь видео сам свое что ты это пишешь куда-то где никто не прочтет иди сделай видео повесь пожалуйста иди скажи а я хочу выступить давай я с тобой интервью сниму в скайпе расскажешь все что хочешь рассказать пожалуйста и увидишь что тебе люди скажут поэтому это не сложно это очень-очень не сложно как бы много возможностей есть для самовыражения помимо того чтобы ранить себя психически и вот это вот тут ему не додали там не додали здесь обманули все плохие как вы могли Михаил такую вот которая с каждым или которая корыстная которая там еще чего-то я помню не хочется слов неприличных но как-то вечеринка была такая большая русская и там какая-то девушка кто меня пригласила я с ней там что-то сплясал и потом мне говорят там Михаил как же вы могли вот с этой танцевать я говорю а что с ней не так это же там вот мол легкого поведения типа ну я знаю подходит человек девушка симпатичная а чего я не должен с ней на ней что написано на ней клеймо какое-то или она меня сейчас куда-то заманит что я потом не отмоюсь всю жизнь или там не отлечусь что такое вот поэтому народ радоваться жизни давайте вот я к этому счастливо радостно отправляюсь на рабочее место спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok